Саламастар Макрумед Тотандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечники. Тема сегодня, которая озвучена в виде плаката, тема эфира, это о неком Дне Икс. И вы видели на плакате стоит 10 января. Что это значит? Как известно, 10 января это день голосования в парламент. И в парламентских выборах участвуют 6 партий. И все партии, они находятся под управлением Нурсултана Назарбаева. Есть партия Нур-Атан, это основная партия Нурсултана Назарбаева, которая сейчас контролирует 86% голосов в парламенте страны, в мажилисе. И остальные 14% поделены между так называемой Коммунистической партией Казахстана, 7% и 7% партия Акжоу. Все эти партии фейки. КНПК, так называемая Народная партия коммунистов, она никакая не народная. Финансируется из бюджета страны. В тот последний момент там возглавлял Косарев. Сейчас эта партия переименовывается. Акжоу партия. Там есть такой известный плакальщик Перуашев, который плакал по Назарбаеву, когда тот объявил, что он якобы уходит в отставку и отдает власть Токаеву. Как вы видите, в парламенте страны все три партии, это Назарбаевские партии, две партии изображают, что они якобы автономные, независимые. На самом деле, эти партии полностью являются отделами партии Нур-Атан. Ну, а Нур-Атан это не партия, это вывеска. Вывеска одного человека. Партия Нур-Султан Назарбаева, где программа для документов написана, что целью и задачей этой партии является реализовать мудрые идеи великого Ельбаса. Между прочим, это вы можете прочитать в документах самой партии. Ну, и те три партии, которые дополнительно объявлены, что будут участвовать в выборах, тоже подставные партии. Я не буду углубляться, комментировать оставшиеся еще две партии, остановлюсь на партии так называемой ОСДП, Общенациональной социал-демократической партии. Эта партия звучит только в интернете, до выборов вообще никакой деятельности не занимается, то есть это прокладка власти, в свое время учрежденная Жармаханом Туикбаем, бывшим генеральным прокурором Казахстана. И вы знаете, что эта партия вообще не занимается никакой деятельностью. Перед выборами она получает деньги из Ахорды, ими управляет Комитет национальной безопасности. Все люди, которые сидят во главе этой партии, как председатель партии, его заместители, филиалы и все прочее, это тени. Но, как известно, у партии лидеры и те, кто представляет эту партию, должны быть известными людьми. Известными, которые озвучивают свои позиции. Это ораторы, это лидеры, реальные лидеры, которые получили голоса своих сторонников. Они должны озвучивать свои идеи в средствах масс-информации, в интернете и так далее. Я уверен, что почти никто не вспомнит, кто же является председателем этой партии, так называемой ОСДП. А кто же его избирал, какая программа, платформа и так далее. Вот сегодня, собственно, я хотел бы остановиться именно на партии ОСДП, чтобы вы понимали, в чем суть идеи, которые я сейчас буду озвучивать. Дело в том, что, ну, истории можно долго возвращаться, но проще вернуться на выборы президента год назад, когда на выборах был от власти заявлен Хасмужимар Токаев, но некие еще фейки, разные люди, которые якобы тоже являлись конкурентами Хасмужимар Токаеву. Но власть выбрала для себя, что их конкурентом, так называемым спойлером, спарринг-партнером, будет Амиржан Хусанов, который позиционировался, говорил, что он 20 лет якобы в оппозиции, и вот он придет и порвет этого Токаева, и призывал голосовать за него. Но вы видели, что, ну, во-первых, он как-то очень по краям нашей страны двигался, в небольших селениях, в небольших городах, в крупных центрах в Астане, в Алма-Ате, в Шимкенте, ну, там, где живет основная часть населения, где легко агитировать, его там не было. И это была видимость агитации. Ну, и как только появился Хасанов, я немедленно вышел и сказал, что это кукла власти. Хотя, казалось бы, Хасанов действительно был в оппозиции и так далее. Как же мне удалось это определить, что это кукла власти? А очень просто. Потому что, как минимум, последние 15 лет на выборы президента допускаются кандидаты только по согласованию с Нурсултаном Назарбаевым. И все эти кандидаты искусственные. Искусственные, они не борются, они создают видимость, якобы они конкуренты действующей власти, в частности, Нурсултана Назарбаева. Ну, раз мы это знаем. И вдруг Хасанов неожиданно подтверждается, его пропускает на выборы. Выбор очень простой. Это кукла власти. Ну, и когда я это озвучил, на меня сотни тысяч людей кидались, говорили, как же так? Ты, наверное, представляешь, что ты единственный оппозиционер. Кто-то говорил, мы здесь, ты далеко во Франции, ты давно уже не в стране, не владеешь ситуацией. Но, на самом деле, я последовательно показывал, что Хасанов является куклой режима. По простому признаку, на выборы президента реальный конкурент не допускается. Реальный конкурент отстреливается, сажается в тюрьмы, их убивают, что угодно делают, но реальный конкурент на выборы президента не допускается. Именно поэтому я сразу заявил, что Хасанов – это кукла власти. Не понадобилось вам и месяца, чтобы в этом убедиться, и десятки тысяч людей переживали, рвали на себе волосы, сжигали портреты Хасанова, и он навечно получил имя предателя страны, предателя нации. Хасанов – это, как сейчас, имя ассоциируется с предательством. И достаточно тебе сказать «Кусанов-2», «Кусанов-3» – не говорить, что это значит, смысл, все понимают, это предатель нации. Ну, давайте теперь, исходя из этого, обсуждение этой логики, вернемся к выборам парламентским. Ясно, что парламентские выборы власть будет тоже обставлять по этому сценарию. Когда конкурентом партии Нур-Атан, партии Нур-Султана Назарбаева, будет некая партия, которая будет изображать себя «Кусановым-2», то есть конкурентом партии Нур-Султана Назарбаева. И этот режим, безусловно, выбрал эту партию с парень-партнера, который будет выполнять роль «Кусанова». Это партия ОСДП. Многие из вас не знают, что такое партия. Многие из вас не знают, что такое парламентские выборы. Многие из вас не знают, вообще, для чего существует парламент, для чего существуют депутаты. И часто мы слышим такие высказывания, «А давайте разгоним депутатам, зачем они нужны». В этой связи, прежде чем говорить, чего мы хотим добиться, я хочу коротко рассказать, что такое парламент. Итак, в Мажирисе присутствует 107 депутатов, 98 депутатов избирается вот сейчас на выборах 10 января, а 9 депутатов идут от так называемой «Ассамблеи народов Казахстана». Ассамблеи народов якобы это представители разных этнических групп, национальностей и так далее. Ну, как вы понимаете, это просто бутафория. Это подставная картинка Нурсултана Назарбаева, где сидят подставные люди, якобы представляющие те или иные народности, проживающие в Казахстане. И они якобы избирают 9 депутатов от так называемой «Ассамблеи народов Казахстана». На самом деле этот список формируется в кабинете Нурсултана Назарбаева. Эти 9 человек проходят согласование у него. Они очень преданные и лояльны Нурсултану Назарбаеву, этому режиму. И, как вы понимаете, никакого выбора как такого не существует. А 98 депутатов, именно Мажириса, они будут избираться по всем избирательным участкам страны. Итак, почему мы хотим обсудить парламентский выбор и вообще, собственно, сам парламент? Какие возможности дают именно присутствие в парламенте нашим гражданам? Что можно сделать? Чего добиться? Многие из вас говорят, а я маленький человек, и что от меня зависит? Ну, собственно, показывая свою беспомощность, а если возникают какие-то проблемы, вы обращаетесь к Назарбаеву, Токаеву, и, в общем-то, вы видите, что местная власть, она глуха вашим обращениям на любом уровне. Аким район, Аким город, Аким области. И когда Токаев говорит о слышащем государстве, на самом деле он говорит о глухом государстве. А почему глухом государстве? Потому что вся страна пишет Токаеву или Назарбаеву, а он же не может миллионы услышать. Поэтому он глухой. И глухая вся эта система. А когда не будет глухой эта политическая система, тогда, когда народ может влиять, приказывать, управлять теми, которые представляют их во власти, будучи Акимами областей, городов, депутатами, министрами и так далее. То есть, когда весь слой управленцев на всех уровнях слышит своих избирателей на каждом уровне, поселке, в городе, в селе, тогда государство действительно будет слышащее. Это именно тогда, когда народ контролирует власть, контролирует парламент, контролирует президента, он его избирает, премьер-министра, министров. Только тогда, когда народ реально избирает. А если это видимость выборов, то, конечно же, это глухое государство. И все эти выборы на всех уровнях, как президента или парламентские выборы, это просто видимость, фейки, создание видимости слышащего государства. Так вот, если, допустим, представим такой теоретический случай, парламент страны, мажилист полностью контролирует представителей народа, того самого народа, который не слышит. Это власть, глухая власть, глухой режим. И вот представьте себе, ваши представители приходят в парламент, что они сделают. Первым делом, они примут законы такие, которые нужны народу. А какие законы нужны народу? Чтобы у вас была зарплата выше, чтобы полиция работала на народ, чтобы вы могли свободно выходить, выражать свои собственные мнения, чтобы в ваших регионах были заводы, фабрики, чтобы строились дороги, чтобы у вас не было проблем, выжить достойной жизнью, чтобы ваши дети получали хорошее образование, получали качественные медицинские услуги. Одним словом, нужно, чтобы власть работала на народ. А кто мешает всему этому осуществиться? Действующая власть, этот преступный режим во главе с Нуртултаном Назарбаевым. Значит, что должен сделать парламент, если туда придут депутаты от народа. Они должны принять такие законы, которые позволят разрушить монополию на власть этой политической верхушки и изменить нашу с вами жизнь, сделать нашу страну сильной и свободной. Что нужно для этого сделать? Нужно просто принять законы, проголосовать и отменить те законы, которые против народа. А какие законы против народа? Ну, например, о том, что Нуртултан Назарбаев стоит над всеми, что он выше Конституции. Вообще, Конституции всех стран мира звучат так, что народ является источником власти, что все равны перед законом. А что в нашей Конституции? В нашей Конституции говорится, что все равны, но Назарбаев, он стоит над всеми. У него полный иммунитет против преследования. У него никто ничего не может конфисковать. Он пожизненный глава Совета Безопасности. Он стоит над президентом. Он стоит над всеми ветвями власти. То есть, он как божество. И именно это божество владеет всеми богатствами страны, всеми основными нефтяными компаниями, газовыми компаниями, крупнейшими промышленными предприятиями, как Кассинг, как металлургическое предприятие, которое носит название якобы Арселор Миттл, где он основной владелец. Он владеет всеми промышленными активами, которые дают основной национальный продукт страны. То есть, он обладает личным состоянием минимум 200 миллиардов долларов США. Это фактически 8 годовых бюджетов страны. Миллиардеры, его ближайшие родственники, они контролируют все. Они стоят выше закона. И все богатства страны в основном уходят к ним. И они являются, по сути дела, тормозом нынешней политической системы. И они являются источником бед всех граждан нашей страны, которые бедствуют. Значит, депутаты, попавшие в парламент, если они действительно представляют народ, примут такие законы, которые лишат этих привилегий. Но султан Назарбаева назначит другое совершенное правительство своим решением, назначит, примут законы, когда не Назарбаев будет утверждать премьер-министра, министров или Акимов, а сейчас якобы Ивтукаев. Нет, эти все решения будет принимать парламент. А раз такие законы будут написаны и приняты, то тогда мы сможем на законных основаниях отстранить от власти всю политическую верхушку, посадить их в тюрьму, отобрать все украденные богатства. Вы представляете, что стоит на кону? На кону стоит судьба страны. Я все время говорю о парламентской республике, о той республике, когда в парламенте будут представители народа, депутаты, представляющие народ, именно они будут принимать народные законы, именно они будут отстранять от власти премьер-министра, если он плохо работает, или министров. У парламента такого будут огромные полномочия, потому что они представляют народ, потому что по конституции, в том числе и нашей страны, именно народ является источником власти. То есть вы понимаете, почему я говорю о Дне Икс, почему я акцентирую ваше внимание на дату 10 января, потому что 10 января эта власть объявила о выборах в парламент страны. это возможность избрать депутатов, это возможность изменить ситуацию кардинально, притом не выходя на баррикады, не воюя, а просто проголосовав так, чтобы действительно произошли изменения. Вы понимаете, что стоит на кону. Но на самом деле все сложнее. Моя задача именно своими выступлениями показать, что происходит в стране, что происходит в политической системе страны, показать монополию на власть этой политической верхушки и показать путь, как добиться перемен. Итак, мы знаем, что за места в парламенте будут бороться шесть партий. Ну, бороться в кавычках, потому что в кабинете Нурсултана Назарбаева уже напечатаны фамилии депутатов, которые будут заседать в парламенте, напечатаны проценты, которые будут принадлежать партии так называемой Нуратан. и Назарбаев будет ставить задачу минимальную, чтобы у партии Нуратан было как минимум не менее 75% голосов, для того, чтобы единолично принимать любой закон. Даже если эти партии вдруг сойдут с ума, которые пройдут в парламент и суммарно имеющие около 25%, у партии Нуратан должна такая быть возможность, чтобы автономно и самостоятельно принимать любой закон, который бы позволил действующей политической верхушке находиться у власти еще десятки лет. Вот его цель. Итак, значит, эти шесть партий расписали 100% депутатских мест так, чтобы у Нуратана было минимум 75%. Вот чего будет добиваться Нуратан. Если этот процент упадет, например, у Нуратана будет 30%, 40%, то это позор для Нурсултана Назарбаева, который является председателем этой партии, позор для действующей власти, и, конечно же, они этого не допустят. Как они это не допустят? Ну, во-первых, все шесть партий, они все про Назарбаевские. Вы, конечно, можете сказать, а какая разница, это все же Назарбаевские партии. Разница заключается в том, что Назарбаев будет всегда стараться добиться, чтобы там было нарисовано свыше 75% именно партии Нуратан. Это подтверждает преемственность курса самого Назарбаева, подтверждает его статус, подтверждает, что он великий председатель партии Нуратан. Вы понимаете, да? Поэтому, безусловно, процент голосов будет так сфальсифицирован, чтобы у Нуратана было минимум 75%, а собственно даже и будет больше 80%. Сейчас у Нуратана 86%, я напоминаю. Что мы должны сделать? Ни одна партия оппозиционная не допущена, более того, не зарегистрирована. Власть не позволяет и нынешний режим не позволит никому зарегистрировать партию, если она с ними не согласована. Поэтому, когда кто-то говорит, а давайте мы зарегистрируем партию, давайте мы объеднимся вокруг этой партии, это безнадежное дело, режим, никакие партии, которые противоречат курсу Нурсултана Назарбаева, не даст зарегистрировать. Это уже считайте, как аксиома в математике. Это невозможно. Более того, если вдруг такая партия, какая-то из действующих, существующих, вдруг сойдет с ума и начнет вести агитацию против режима, она будет немедленно ликвидирована, обвинена, что это экстремистская организация, что у нее нет численности, что это партия на бумаге и так далее. То есть, вот такая сейчас ситуация. Казалось бы, безнадежная ситуация, и вы спросите, а что же делать? Почему 10 января день никс? Что я предлагаю? Я предлагаю голосовать за партию ОСДП. Объясняю, почему. И сразу скажу, что это за партия. Это партия Нуртултан Назарбаева. Это комитетская партия. Финансируется прямо из Ахарды. Это преступная партия, потому что она не настоящая, она в сговоре. Это вывеска, лидеры неизвестные, партия на бумаге, просыпающая только в период выборов. Сразу говорю, это подставная партия власти. Настоящих партий в стране нет. Но на самом деле мы же не можем сидеть и ждать, когда же произойдут те или иные изменения, когда будет у нас повод собрать десятки тысяч людей, как мы говорим, катализирующие ситуацию или триггер некий, как любят говорят некоторые, триггер, повод, чтобы случай, чтобы столкнуть эту власть, отобрать эту власть, посадить их в тюрьму и действительно построить нормальное государство. Нужен некий триггер. Триггер это день выборов 10 января. Каким образом мы предлагаем действовать? Вот представьте себе, что все вступают в партию ОСДП, партию на бумаге. Это так называемое умное голосование. Партия ОСДП выполняет роль Косанова. Она якобы оппозиционная, якобы она борется против режима. Ну и отлично. Значит она должна как бы эту роль исполнять, критиковать режим, говорить, что свободу политическим заключенным эта партия должна говорить шалкет и таким образом привлекать на свою сторону именно тех граждан, которые против Нуратана, против действующей власти. Вот эта роль она принадлежит именно ОСДП. Ну как собственно как было на президентских выборах, когда Косанов изображал, что он против этой власти. Здесь на парламентских выборах эта роль предназначена для партии ОСДП, подставной партии власти. Я хочу сразу сказать, чтобы вы не обманывались, не бежали и говорили, что нет, вот такая-то партия, вот давайте мы за него проголосуем, она хорошей партии. Нет хорошей партии, нам важно использовать эти обстоятельства, чтобы добиться того, что мы хотим. А что мы хотим? Ну во-первых, мы хотим, чтобы международное сообщество, международные наблюдатели признали выборы незаконными, нелегитимными, соответственно, выборы отменить. Но чего мы хотим? Мы хотим настоящих выборов, поэтому у нас будут параллельные требования, что эта власть обязана допустить на выборы свободные партии, любые, но для этого власть должна дать возможность зарегистрировать партии любому, даже если в этой партии 3 или 10 человек, у нее есть уставные документы и программа, партия обязана должна быть зарегистрирована в Министерстве Юстиции, собственно, так во всем мире. Там десятки, сотни партий участвуют на выборах парламентских, конкурируют между собой, да, там какие-то лидеры становятся, 2-3 партии, 5 может быть, но партий при этом много, и мы должны потребовать от этой власти, чтобы она прекратила использовать государственные механизмы для препятствия, для того, чтобы не давать возможность регистрировать партии. Когда эта возможность будет, мы зарегистрируем партию демократический выбор Казахстана и безусловно победим на выборах, безусловно. но мы же понимаем, что добровольно эта власть не будет делать, она это сделает только под давлением. Значит, нам нужен триггер, значит, нам нужно 10 января создать такую ситуацию, чтобы власть явно сфальсифицировала, нарушила закон, до 10 января выборов, до дня выборов, власть своими действиями, противодействиями, преследуя активистов, нарушала закон, она будет нарушать закон в лице полицейских и других, и опять же, это является по сути дела возможностью объявить выборы незаконными. Будут представители международных наблюдателей, которые это могут заявить. Собственно, как произошло в Беларуси, когда международный наблюдатель, международное сообщество не признал итоги выборов, применило санкции против Лукашенко, против ближайшее окружение и тысячи людей постоянно выходят на улицу и мы видим, что Лукашенко измотан. Все-таки эта вся страна выходит и очевидно, что наступит скоро тот самый день, когда Лукашенко будет вынужден бежать из страны. Поэтому мы можем создать то же самое ситуацию. Что нам нужно сделать? Нам нужно сказать, что эти выборы нелегитимны конкретными фактами, доказательствами, когда у нас будет на руках велитени, когда человек выйдет на улицу и скажет, я голосовал не за Нуратан, я был против Нуратана. И когда мы проведем параллельный подсчет, а центральная избирательная комиссия, находящаяся под пятой власти, под влиянием и прямой команды Нурсултана Назарбаева, они конечно же принесут фальшивые результаты. И мы просто окружим эти участки, потребуем раскрыть бюллетени, и вы увидите, что все сфальсифицировано. И это приведет к массовому возмущению людей, это некий триггер, и мы это можем использовать, вывести людей по всей стране, десятки тысяч вывести в Астане и добиться смен режима. Это было кстати недавно совсем в Кыргызстане, когда действующий президент Джеймбеков участвовал в подделке итогов выборов парламентских, оппозиция вывела десятки тысяч людей на улицы, в течение одного дня власть пала, и в течение одной недели человек, который сидел в тюрьме Садр Жапаров, более трех лет он в тот момент уже просидел, преодолел путь от заключенного до президента страны, и 10 января в Кыргызстане будут выборы. Это не чудеса, это уже реальность, и мы тоже это сможем добиться, если действительно будем работать над решением этой задачи. Что нужно сделать? Для этого нужно просто вступить в партию ОСДП, массово, массово вступить в партию ОСДП, 10 января всем нам проголосовать за партию ОСДП, и тогда получится ситуация, что Нур-Отан получит менее 50%, почему менее 50%, почему не 0%, потому что в этой партии есть несколько сот тысяч, около полумиллиона учителей, врачей, там около миллиона человек, это бюджетные работники, которые как винтики, бездушные винтики этой системы пойдут голосовать, бросит бюллетени свои, их принуждает, чтобы они сфотографировали на свой телефон бюллетень с галочкой напротив, где партия Нур-Отан, поэтому конечно же какой-то процент довольно немаленький проголосует за партию Нур-Отан, но представьте себе, что у партии Нур-Отан будет меньше 50%, а у СДП будет 50%, но мы же понимаем, в этом случае это крах для Нур-Султана Назарбаева, и вся эта машина центральной избирательной комиссии, где сидят учителя, где сидят представители этой власти, будут выполнять команду и подделывать бюллетени, будут вброс бюллетеней, будут некие карусели, когда одни и те же люди по кругу будут голосовать на разных участках, мы эти механизмы прекрасно знаем. Значит, у нас будет возможность на каждом участке снимать их на телефон, фотографировать, делать видео, доказывать, что это были незаконные действия на выборах, обращаться к международным наблюдателям, чтобы эти выборы были признаны незаконными, более того, это приведет к протесту тех людей, чьи голоса эта власть украла. И мы таким образом выведем десятки тысяч людей на улицы. Это тот самый час или день икс, когда мы можем, просто бросив сначала в урну свой бюллетень, просто доказав, что эта власть фальсифицирует, что основной процент этих бюллетеней искусственно переписаны в партию Нур-Атан, таким образом признать, что выборы были сфальсифицированы, мы нанесем удар по этому режиму. Понимаете, как все просто? Что нужно для этого еще сделать? Нужно просто встраиваться в ряды наблюдателей, которые будут контролировать выборы. Нужно везде контролировать, на каждом участке. И я обращаюсь с тем, кто будет участвовать фальсификацией на этих выборах, а это в первую очередь учителя. Ваша жизнь безрадостная, вы получаете ничтожную заработную плату, вас заставляет выполнять грязную и преступную работу, между прочим, которая преследуется по закону. И у вас есть возможность внести свой вклад, чтобы этот режим пал. Что для этого нужно сделать? Вам нужно дать информацию нам, снимать на телефоны факты фальсификации, вброса бюллетеней. Если вы эту информацию будете выбрасывать в социальные сети или каким-то еще образом, мы будем фиксировать эти нарушения, обращаться к международным наблюдателям, которые будут на этих участках избирательных, и мы будем окружать избирательные участки и требовать наказать виновных. Вы понимаете, что сейчас ситуация совершенно другая, чем предыдущие выборы, за последние несколько лет произошла сильнейшая активизация нашего населения, мощные протестные настроения, все ненавидят режим, и этот нарыв должен, в конце концов, лопнуть, и вы, учителя, можете сделать свой вклад и освободить, помочь освободиться от этого преступного режима Нурсултана Назарбаева. Итак, что мы можем сделать? Все вместе вступить в партию ОСДП все вместе прийти на выборы 10 января проголосовать за ОСДП, ОСДП будет, ОСДП получит перевес, Нуратан проиграет, власть это не будет допускать, они будут подделывать, мы их поймаем за руку, признаем выбор незаконными, выведем десятки тысяч людей на улице и будем добиваться смены этого политического режима. Очень простая схема. Как будет препятствовать власть? Ну, во-первых, мы знаем, что ОСДП это партия на бумаге. Никто из вас не вспомнит фамилию председателя партии, лидеров на местах. Это партия, которая оживает именно в период выбора и в нее впрыскивает власть деньги, украденные, между прочим, у вас. что будет делать ОСДП? ОСДП знает, что я должен выступить с этим заявлением. Я, когда говорю ОСДП, это вывеска. Знает Назарбаев, знает Такаев, знает Карим Масимов. ОСДП это вывеска, название политической организации это пустышка. Когда мы говорим ОСДП, мы говорим Назарбаев и его ближайшее окружение, потому что нет в ОСДП ни лидеров, ни членов этой партии, это партия на бумаге. Мы давайте можем ее превратить в реальность. Но вы должны знать, что когда мы собираем в эту партию большое количество наших сторонников, мы можем поменять руководство. Что мы можем сделать? Мы можем потребовать провести СИЕС. СИЕС просто поменяет орган управления, председатель партии и руководитель на местах будут сменены. И тогда это будет наша партия. Теперь на съезде ОСДП они озвучивают имена тех людей, будущих депутатов, формируется некий партийный список. Этот партийный список регистрируется в Центральной избирательной комиссии, публично объявляется. и конечно вы должны знать, там будут серые личности, которых никто не знает, в том числе самой партии. Эти фамилии спущены из кабинета Назарбаева. Но как только мы берем власть в этой партии и если эти депутаты из партийного списка становятся депутатами парламента, мы на ближайшем съезде можем их отозвать и заменить их своими народными депутатами, вот я вам говорю какой в реальности есть теоретический механизм. Конечно же на практике мы знаем что будет делать власть, что они будут делать чтобы этих событий не произошло. во-первых если сейчас тысячу заявлений поступит в партию ОСДП у которых по сути нет филиалов нигде, они на бумаге, зарегистрированный филиал у них на адресах каких-то людей и в их квартирах и офисов там нет как бы филиал есть но офисов нет это просто еще раз показывает что это партия на бумаге собственно все партии такие ну кроме трех которые заседают в парламенте финансируют из бюджета страны все остальные партии партии на бумаге там нет ни членов реально этой партии ничего нет так вот что будет с ОСДП ОСДП в лице власти будет препятствовать они не будут принимать заявление будут говорить что вот давайте вы напишите а мы там на съезде рассмотрим уважаемые друзья вы должны читать устав этой партии это противоречит саму уставу руководство ОСДП на уровне филиалов просто обязана на месте принимать в партию своих сторонников притом вам достаточно сказать написать заявление что вы поддерживаете программные уставные документы ОСДП и все и у них там нет механизма по отказу мы знаем что один из филиалов сказал вы там напишите заявление мы за вами понаблюдаем в уставе не написано такой процедуры что кто-то может за кем-то наблюдать у них что там тысячу комитетчиков которые будут следить за примерным поведением будущих тленов ОСДП этого нет поэтому у нас есть масса всяких механизмов как бороться с функционерами власти которые находятся в ОСДП они все еще раз повторяю работают на этот режим это серые личности вы можете считать их агентами власти агентами КНБ не имеет значения они никто они никто они никакие решения не принимают они выполняют инструкции они винтики этой политической машины которую контролирует Нурсултан Назарбаев итак еще несколько недель назад мы начали разговаривать с нашими активистами в зуме где я предлагал эту идею что нам нужно прийти в ОСДП захватить там власть даже если это не удастся прийти проголосовать за ОСДП получить на выборах перевес и по сути это приведет к тому что на всех избирательных участках будут массовые подделки и фальсификации ну и отлично пусть они подделывают мы их схватим за руку и мы выведем в знак протеста тысячи людей на улице вот собственно наш замысел ОСДП планировало 13 ноября провести свой съезд но узнав что я планирую выступить с таким заявлением они отменили свой съезд с 13 ноября на 27 ноября чтобы узнать о наших планах публичных и начать препятствовать реализации наших планов сразу говорю невозможно помешать помешать тем самым идеям которые я сейчас озвучиваю да ОСДП может не принять вас члены партии и придумывать какие-нибудь отговорки но вы всегда можете подать жалобу Минюс прокуратуру и еще какие-то органы судебные говорить что верхушка ОСДП нарушает собственно сам устав и они вас обязаны принять потому что вы разделяете программные цели задачи ОСДП это первое некоторые наши активисты говорят что мы стоим на учете полиции и что вот нас ОСДП не примет уважаемые друзья это все не соответствует реальности вас если вы заявляете что вы поддерживаете программные цели и задачи ОСДП они вас будут обязаны по сути дела принять а эти понятий аппараты где-то у кого-то на бумажке в полиции это не соответствует закону это не соответствует нормам законодательства у вас есть возможность всегда подать жалобу и как центральную избирательную комиссию так и прокуратуру так и судебные органы ну и потом я знаю есть сторонники наши ДВК и КУЩЕ и они говорят ну они же нам скажут вы состоите типа в ДВК и КУЩЕ ДВК и КУЩЕ не зарегистрированы организации и поэтому этот аргумент у них не сработает вы не являетесь участниками официальной какой-то партии и поэтому опять же ОСДП трудно будет вам отказать более того хорошо пусть отказывают они же играют роль оппозиционной партии ну тогда вы задаете вопрос а как же так руководству ОСДП вы же хотите победить на выборах вы же хотите иметь больше сторонников мы вот пришли мы ваши сторонники а почему вы не принимаете наши заявления а так вы КНБшная партия вы не настоящая партия вы лживая партия и таким образом такими пинками мы их загоним в ту траншею так называемые где они изображают что оппозиционная партия вы понимаете собственно сами выборы можно признать нелегитимными даже не в день выборов 10 января а задолго до выборов например вас не приняли в СДП вы тем не менее являетесь активистом партии ОСДП вы сторонник ОСДП вы как сторонник с 10 декабря официально можете призывать участвовать в агитационной кампании призывать голосовать за СДП но до 10 декабря у вас есть другая еще возможность вы говорите что вы сторонник ОСДП и можете призвать вступать в ОСДП не голосовать за ОСДП потому что это агитационная работа разрешена с 10 декабря до 10 декабря вы можете агитировать вступать в ОСДП это не голосование вступать в ОСДП и вот представьте себе давайте мы поговорим о препятствии которые может организовать Назарбаев со своим КНБшным аппаратом чтобы люди не пришли в ОСДП если они будут говорить что мы не принимаем мы оказываем давление говорим как это так вы не хотите сторонников это противоречит логике вы КНБшной партии хорошо вас не приняли в партию хорошо вы не вошли в партийный список хорошо вы даже вас не пригласили на съезд чтобы вы участвовали в формировании того самого партийного списка за которых предполагается произойдет голосование 10 января это не имеет значения потому что у вас не отнимут право голосовать 10 января вы придете и бросите бюллетень не бойкот не испортит бюллетень голосовать за партию СДП для того чтобы Нуратан начала массово фальсифицировать итоги выборов чтобы Нуратан стремился себе обеспечить 75 и выше процентов а это безусловно можно достичь только массовой фальсификации соответственно незаконными действиями вот собственно и все все очень просто получается у нас один путь мы голосуем за СДП мы голосуем чтобы на выборах люди шли голосовали за СДП и вот представьте себе что миллионы пойдут проголосовать за СДП за Нуратан не проголосуют они спальсифицируют и мы этих возмущенных людей выведем и снесем эту власть теперь конечно последуют вопросы а почему вы Мухтар в 19 году 9 июня не призывали голосовать за Кусанова а говорили что нужно выйти на активный бойкот требовать отмены выборов чтобы допустили реальных кандидатов на выборы и мы тогда действительно вывели очень много людей особенно в Астане и в Алматы вы знаете порядка 6 тысяч человек было задержано объясняю очень просто на выборы президентские идет физическое лицо в прошлом году шел Касанов и вы не можете залезть в голову этого человека и отрегулировать его как машину что собственно он и сделал он обещал одно и последний вечер раскрылся обнажился и предал тех людей которые голосовали за него переобулся мгновенно и вы поняли что это предатель кукла власти партия не может поступить как Касанов партия это организация это филиалы это местные региональные конференции областные затем их представители едут в Астану или в Алмату где находится центральный офис там проводят съезд тысячи представителей партии собираются голосуют выбирают своих представителей в партийный список принимают решение участвовать и там не может такого быть что партия сказала мы пошли на выборы а последний день партия принимает решение что все голоса партии ОСДП отдадим Нуратану это невозможно в принципе это в принципе невозможно потому что решение идти на выборы принимает съезд принимают участники партии их тысячи и не может один человек сказать что я голосую за партию Нуратан собственно как на выборах президента было когда Касанов сдал итоги выборов на предыдущих выборах Мелс Юлисизов тоже подставной кандидат был зарегистрирован как кандидат в президенты в день выборов он взял бюллетень и сказал я голосую за Нурсултан Назарбаева представьте цирк человек пошел на выборы президента попал в список стал кандидатом и вдруг в день выборов говорит что он голосует за Назарбаева вы представляете что такое физическое лицо именно поэтому на президентских выборах мы говорили бойкот активный бойкот выводить людей на митинги и добиваться полноотмены итогов выборов вы понимаете почему мы на выборах президента говорили бойкот потому что мы не могли повлиять не могли контролировать присутствие и поддержка на выборах голосование за Касанова призыв голосовать за Касанов фактически привел к тому что была легитимизация выборов Власть тогда сказала, что да, у нас был оппозиционный кандидат, выборы были честные, а наблюдатели не смогли по всей стране доказать, что была фальсификация. Более того, в этом не было необходимости, потому что кандидат сказал, все-все-все-все, наблюдатели, вы отойдите в сторону, я признаю, я проиграл. А теперь, в случае выборов в парламент, ситуация совершенно другая. Я обращаю ваше внимание, я знаю, что кто-то говорит, давайте бойкот на парламентский выбор. Как это было на президентских выборах? Нет, это неправильно. На парламентских выборах нужно идти голосовать за ОСДП и обратить внимание, власть призывает организовать бойкот. Когда я говорю в власть, обратите внимание, ДПК, так называемая партия Мамая, это прокладка власти. И разные организации, провластные, призывают идти на бойкот. Почему? А потому что здесь другая совершенно картина. Потому что бойкот ничего не даст. Да, единственное, что ДПК в частности говорит, мы будем организовывать на митинги. Но не забывайте, что и Кусанов говорил, что в день выборов я выведу людей на эти митинги. Потом он говорил, что мы выведем 10-го, а на самом деле слил сразу в тот же день. Мы будем организовывать массовые протесты, митинги, безусловно, именно 10-го января. Почему 10-го января? Потому что вы будете идти на избирательный участок, и вас полиция не сможет остановить в день выборов. А если мы объявим митинги не 10-го, а 11-го, на следующий день января, то, как вы знаете, практика наших правоорганов, когда они отлавливают людей, идущих в место проведения митинга заранее, заранее. Там это место блокируется. И таким образом, в тот день будет мало людей, а в день голосования 10-го января миллионы людей будут стекаться к избирательным участкам, и, соответственно, там будет очень много протеста настроенных людей. Поэтому митинг надо проводить 10-го января, не в какой-то другой день, 10-го января. И все те, кто будет говорить, а давайте на следующий день дождемся итогов выборов, знайте, эти люди представляют власть. Они не хотят смены режима, они хотят только легитимизации выборов, создать видимость этих выборов. Не верьте им. Итак, я скажу так. Если вы хотите сменить режим, вступайте в СДП, контролируйте избирательные участки, вливайтесь в отряды наблюдателей, снимайте на телефоны, берите показания. Только так мы можем добиться фальсификации итогов выборов, только так мы можем собрать недовольных, этот протестный накал направить против действующего режима. Что будет, если кто-то будет объявлять бойкот? Это значит, будет говорить бойкот, бойкотирующих будет мало, это практика известная, их будет больше, если мы будем призывать, но мы не будем делать. Именно мы обладаем реальной силой, за нами стоят активные граждане нашей страны, готовы ходить на протест, больше нет такой организации. Поэтому мы призываем, как политическая организация, демократические выборы Казахстана, идти на выборы, голосовать за СДП, выходить на митинг 10 января и знать, всегда вы должны знать, что СДП это прокладка власти, мы ее просто используем, мы просто вступаем туда, и вы, уважаемые граждане Казахстана, не должны говорить, когда приносите заявление, что вы, конечно, козлы СДП, вы, конечно, предатели, но мы сюда решили вступить, чтобы, используя вас, прикончить этот режим. Нет, ни в коем случае не говорите. Вы, как приходите, приносите заявление, говорите, я поддерживаю программные цели и задачи УСДП, а какие у вас основания отказаться от меня, как сторонника, и у них нет никаких оснований, мы их загоним в угол, понимаете? И даже если на всех уровнях вас не примут, не имеет никакого значения, вы можете создавать инициативные группы, собирать денежные средства, распространять листовки, всех убеждать вступать в УСДП, потому что это приведет к краху партии Нур-Атан, партии Нур-Султана Назарбаева. Мы говорим голосовать, а все те, кто будет говорить бойкот, это, я сразу скажу, это люди, поддерживающие режим, потому что бойкот ничего не даст. В данном случае, в данном случае, это не президентские выборы, когда все поставлено на одного человека. В данном случае, мы ставим цель, поставить, что называется, отдать наш голос за партию УСДП, пусть даже вражеской, зайти в нее, поменять органы управления, поменять список депутатов, более того, сделать ее массовой, и объединить внутри тех людей, которые действительно хотят перемен. Вот в чем разница. Я в последующие дни буду рассказывать об институте наблюдателей, буду говорить еще раз, отвечать на вопросы, в чем разница. Я думаю, что многие, тем не менее, не очень хорошо поймут, в чем же разница между президентским выборами и парламентским выборами. Почему в случае президентских нужно голосовать за бойкот, а в случае партийных выборов наоборот участвовать. Я объяснил разницу, что в партии, партия не может принять единоречное решение неожиданно поддержать Назарбаева. Это тысячи людей внутри партии, это организация, это структура, это система, и там не получится ее взять и развернуть в сторону власти. Единственный способ это подделка бюллетеней, и мы здесь будем контролировать эту власть. Поэтому, уважаемые друзья, я сегодня свой эфир завершаю еще раз. Я призываю вступать в ОСДП, если ОСДП не принимает ваши заявления, задавайте им вопросы, а вы что, партия власти, вы не оппозиционная партия, как заявляете, и тычками, толчками заставить их исполнять ту роль, которую им приписала эта власть, а именно роль оппозиционной партии. вы говорите, я настроен против этой власти, я оппозиционный противник этого режима, я вступаю в эту партию, потому что она говорит, что хочет построить демократическую страну, что она противник этого действующего режима, и что эта партия хочет привести своих сторонников в парламент, и принимать те законы, которые нужны нашему государству, нашим гражданам. Поэтому парламентский выбор это способ без прямого конфликта прийти во власть, просто проголосовать за эту партию, и просто отобрать голоса у Нуратана. Все те, кто ранее говорил, что давайте мы это сделаем, в чем была разница между тем, что я звучу, ими голосами, они говорят, да, давайте мы придем в СДП, давайте мы договоримся с руководством в СДП. С кем? Нет в СДП руководства. Там винтики, там не с кем договариваться. Это считайте, что вы договариваете с Нурсултаном Назарбаевым. Я слышу, там разные люди, представляющие себя якобы противником режима, говорят, а давайте мы договоримся с СДП, а давайте нас пустите в полицовет, а давайте мы вас будем контролировать, все это ерунда. Нет в СДП никакого руководства. Это винтики режима. И наша задача развернуть все, перестроить, отобрать голоса Нур-Атана за счет партии СДП, так называемое умное голосование. И мы должны прийти и сменить режим. Не просто встать в пассивную позицию, давайте и бойкотировать. Или, вы же знаете, кто призывает? Призывает бойкотировать те люди, которые работают на режим, которые сотрудничают с режимом. Да, есть люди еще не понимающие между разницей между бойкотом и вступлением в СДП. Есть таких людей основная масса, но я сейчас это разъясняю. Я думаю, что те, кто реально является противниками этого режима, они осознают, что бойкот ничем не поможет, что надо вступить в СДП, участвовать в умном голосовании, 10 января выйти на протесты и добиться смены режима. Я уверен, что те люди, которые являются реальными противниками режима, они поменяют свое мнение. А если до 10 января, тем не менее, разные люди будут говорить, давайте бойкотировать, разные организации типа ДПК Мамая будут выходить, говорить, давайте бойкотировать, знайте, эти люди являются агентами власти. Другого пути нет. До 10 января я буду регулярно выходить в прямые эфиры, объяснять, отвечать на вопросы, присылайте свои вопросы. Я уверен, что когда те граждане говорят, что назначить день Х, они наивно полагают, что вот почему-то именно в такой-то день Х, когда кто-то назначит, соберутся миллионы, эта власть будет снесена. День Х мы должны приближать своими действиями. Сегодня на митинг вышли тысяч человек, завтра две тысячи, потом десять тысяч, и когда нас будет очень много, эта власть просто падет, как карточный домик. Вот тогда будет тот самый День Х, который надо приближать ежедневно своими действиями. Десятки наших активистов то и делают, но они попали под репрессии, некоторые сидят в тюрьмах, их семья страдает, мы безусловно собираем средства от тех людей, которые разделяют наши взгляды, я хочу их поблагодарить, которые помогают семьям таких репрессированных политиков. Это очень здорово, что наше общество реагирует. Я хочу сказать, что именно такие действия каждый день приближает тот самый День Х, о котором говорят некоторые люди. Не будет он кем-то назначен, но я хочу сказать, что День Х мы можем сделать 10 января. Сейчас вот период осталось менее двух месяцев. Мы должны активно действовать, вступать в СДП, заниматься агитационной деятельностью, проводить промежуточные митинги. Активисты теперь уже в СДП могут собирать средства для того, чтобы распространять листовки, помогать политическим заключенным, требовать, чтобы руководство СДП реально озвучило оппозиционные лозунги Шалкет, свободу политическим заключенным, построение парламентской республики. Мы можем принудить СДП, чтобы они выходили именно с такими требованиями, а не с теми, которые устраивает власть. Поэтому, уважаемые друзья, давайте действовать, но еще раз хотел бы напомнить, вчера Лукашенко рыдал и плакал, что вот созданные некие ячейки на государственных даже предприятии численности по 3-5 человек, они везде распространились, они через эти ячейки якобы создают ситуацию для перехвата власти. Он гневно возмущался и говорил Казахстан, будьте настороже, обращаясь к Назарбаеву. Я, вы знаете, уже несколько лет говорю о том, что нам необходимо создавать ячейки, нам нужно объединяться. Наскоком ничего не делается. Когда кто-то выступает и говорит, эй, Хазахстан, Джамас, Маус, 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 ругает свою нацию, я по этому поводу к этим людям отношусь очень веронично. Ну, представьте себе, это с чем можно сравнить. Вот перед вами земля, вы имеете земельный участок, вы выходите и говорите, эй, там, почему мой дом не строится, почему и мой котлован не роется, почему у меня фундамент не появляется, почему крыши нет. Вы к кому обращаетесь? Куда? Если не осуществлять действие, не привезти технику, не найти средства, не собрать команду строителей, никакой дом не построится. Так же и митинги, так же и смена этого политического строя. Одним нытьем, оскорблением в адрес наших граждан, говорить, что вы там бараны, еще что-то, ничего не решить. Решить можно действиями, реальными объединениями, не просто призывами, а действиями каждый день, шаг за шагом, наращивать наше число противников режима. Каким образом? Создавать ячейки по 5 человек, выходить на связь со штабом. Я хочу сказать, что год назад в Алматы у нас было максимум наверное 50 активистов, которых мы знали лицо, на которых мы могли опираться. Сейчас только буквально 2 месяца назад я насчитал 600 человек с теми, которым я общался напрямую. Вы понимаете масштаб? Десятикратный рост и он произошел буквально за июль, август, сентябрь, потому что мы изменили формат работы. Поэтому уважаемые друзья, я призываю не оскорблять никого, не обращаться к каким-то разным этническим группам, говорить, что якобы только одни казахи выходят на митинги. Извините, казахов 13 миллионов, но что-то я даже 20 тысяч не видел на митингах. Поэтому нет смысла разделять наш народ на разные этнические группы. Мы единые нации должны быть, если мы хотим победить этот режим. Мы должны действительно объединиться, но объединиться должны те, которые разделяют ценности, которые не являются проповедниками режима, которые не являются прокладками власти, а иначе мы так договоримся, давайте объединяться, но султан Назарбаев, Карим Масимов и так далее. Это не объединение, это предательство. Мы должны объединяться по своим целям и задачам, объединять наших сторонников, формировать команду, мы должны действовать, а не ныть и плакать, как сейчас говорит, вот где вы стоите, почему вы не приходите. Нет, пока мы не создадим ячейки изо дня в день наших сторонников, пока мы вот так вот не построим фундамент, никакой дом не построится, никакие изменения не будет. Поэтому, уважаемые друзья, мы начинаем снова кампанию по формированию ячеек. Мы снова завтрашнего дня дадим объявление, давайте действовать, давайте объединяться, давайте создавать ячейки. Я уверен, что 10 января мы действительно выведем реальных сторонников, а не тех, кто стоит рядом, потом разворачивается и бьет тебе в лицо или бьет спину. Давайте действовать. Алга Казахстан.